Весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Японский писатель Харуки Мураками. Здравствуйте, друзья! Есть у меня мотор-редуктор для стеклоочистителей от Копейки. Сегодня он мне и пригодится. От листа 8 мм отрежу небольшой кусочек. Делаю пока примерную разметку посадочного места редуктора для крепления его к пластине. И перенесу его потом на пластину с учетом нужных размеров. Отверстие для крепления и большое подвал-редуктора. Купил коронку, никогда не пробовал сверлить ей, но очень понравилось. Из обрезков металла толщиной 5 мм сделаю следующие детали. Сделаю небольшие вырезы на всех кусочках. Все вырезал и на одной детали сделаю бортики. Можно и без них, но с ними все-таки лучше. Обработал все части основной детали перед сваркой. Предварительная примерка. Посмотрю по месту и лишнее отрежу. Делаю еще одну деталь, но она еще проще и еще меньше предыдущей. Приблизительно она будет выглядеть вот так. Сварка в замедленной съемке меня просто завораживает. Залипательное зрелище. По разметке сделаю резы болгаркой. Также коронкой сделаю отверстие и пропилы к нему. Коронка, к сожалению, у меня одна. И она меньше нужного мне диаметра. Покупать еще одну было дороговато. Остались выступы. Убрал что смог болгаркой и подточу остальное наждачной бумагой. На двухсторонний скотч, намотав ее в сторону вращения, на болт с подшипниками для удержания. Немного лепесткового диска тоже не помешает. После сварки и зачистки швов деталь готова. Я еще просверлил отверстие и нарезал там резьбу М10. Вторая деталь также готова. И также с отверстием и резьбой М10. Обработав и подготовив более массивную деталь, приварю две крепежные пластины с небольшими вырезами по бокам. Как всегда, обрежу уголки, ставшие уже, наверное, отличительной чертой канала. Мне так больше нравится. Просверлю еще два отверстия для крепления. Все сварил, швы подчистил немного. Просверлил отверстие и нарезал резьбу. И таких деталей будет две. Они совершенно одинаковые. Предварительная примерка и испытание хода всех частей. Зазоры не в притирочку для весьма свободного хода. Зажимы также отлично стопорят деталь в нужных положениях. Из удлиненной гайки М6, она же муфта, сделаю крепление к валу редуктора. Муфту М10 расширяю сверлом так, чтобы обработанная муфта М6 туда зашла. Приобрел кухонный рейлинг и немного подточив, вставляю туда конструкцию из двух муфт. Обварил отрезок болта и муфту М10 для второй стороны рейлинга. После обточки, зажимая в дрель, получилось вот это. Отлично садится на свое место. Ну и последняя деталь, даже две. Это обрезки трубы 20 на 20 миллиметров с приваренными гайками. К этим обрезкам приварю небольшие части старых шампуров. Все готово, теперь испытания. Покрасил некоторые детали, прикрутил мотор-редуктор. Собираю. Ребята, все по старой схеме. Если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик. Чтобы не пропустить следующие интересные видео. Жду ваших комментариев. Зверь тоже занимается своими делами. Чертежи, как всегда, чуть позже в группах и в инстаграме. Продолжаем. Все отлично заходит, двигается и все отлично крепится. И вот он сам шашлычок. Я позже добавлю небольшой карданчик для упрощения выставления соосности. И чтобы можно было любую из сторон поднять или опустить по отдельности. Все работает просто отлично. Не шумит вообще. Питается все от старого зарядника от электроотвертки. Шильдик на блоке. Гласит 6 вольт, 400 мили ампер. На манящий запах пришли соседи и мои хорошие друзья. Ммм, скоро уже будет все готово. Да, кстати, при съемках видео, ни одна такса или соседская кошка не пострадала. Все готово, снимаю. А вот и для чего нужна была та полочка нежевалопривода. Превосходный кролик. Замаринованные в аджике с оливковым маслом, с хренадером, овощами и фруктами. Под несколько грамм пятилетнего виноградного сока. Приятного аппетита. Спасибо за просмотр. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok